Сход граждан в Юровке проходит в только что отремонтированном здании Дома культуры. Заменили все, начиная от проводки со штукатуркой и основания пола. Жители хутора Чекон интересуются, можно ли найти деньги на ремонт их клуба. По словам исполняющей обязанности заместителя главы города Екатерины Боровской, уже в марте в муниципалитет поступят деньги от депутата ЗАГС Собрания Ирины Конограевой. Из них 80 тысяч направят в Чекон на ремонт клуба. У нас там занимаются дети, хотя бы поставили, у нас танцевальный коллектив. Сколько там? 30 человек, наверное. Хотя бы зеркала нам. Хоть откуда-то бы выделили. Хоть чуть-чуть бы поможет. Мы как раз эти деньги запланировали. Там же два заброшенных здания стоят годами. Необходимо как минимум закрыть их в целях безопасности, чтобы туда не могли попасть дети. Глава сельского округа пояснил, что в одном случае будут действовать через прокуратуру, второго собственника будут искать. Тем временем жители Юровки просят соединить автобусным сообщением их село и станицу Гостогаевское. Его и не было никогда. А можно было пустить Анапа, Гостогаев, Юровка. Юровка, Гостогаев. Мы не обязательно там каждый рейс. Хотя бы три раза в день. В транспортном отделе пояснили, что уже к 1 июня планируется изменить маршрут номер 107 из хуторов-разнаков в Анапу. Уверена, что здесь собрались люди-единомышленники. Очень важно поднять проблему. Поднять проблему. Но еще, наверное, важнее понять, каким же путем мы пойдем дальше, для того, чтобы решить ее. Решить все вместе. В Анапской просят организовать в юго-западной части станицы детскую площадку, ограничив движение на участке улицы Тургенева. Дорога там вот такая. Предлагал. Как вот в городе, улицу Горького перегородили. Люди ходят спокойно, машины не ездят. Почти только там продукты привозят. Тут тоже поставить пару блоков. Тут пару блоков. Тут и сделать огромную, хорошую детскую площадку на весь наш ТОЖ. Детей в го. Специальная комиссия выйдет на место для оценки ситуации. А вопросы, связанные с ремонтом дорог в текущем году, решили сразу. Как заверили в городском управлении ЖКХ, уже готов список самых кричащих участков. Сделать все и сразу невозможно. Муниципальный бюджет ограничен, при том, что недоинка по налогам на имущество и транспорт с физических лиц. Сегодня по всем сельским округам порядка 150 миллионов рублей. Более 20 из них приходится как раз на Анапский сельский округ. Мы просто как представитель администрации. Я тоже житель муниципалитета. Я хочу, чтобы наши детки ходили в школу по чистым тротуарам. Машины ездили по нормальным улицам. Было уличное освещение. Гляньте вокруг себя и посмотрите, сколько людей у нас, соседей, друзья, знакомые, родственники, близкие, получают деньги в конвертах. А это налог на доходы физических лиц. Это та же статья доходов без ЖКХ. Когда мы сегодня говорим о том, что денег не хватает, а люди спрашивают, а куда же вы деньги деваете? Подождите, чтобы деньги девать, их надо собрать. Это кубышка наша общая с вами. И оттуда уже тратить. Тратить с помощью своей общественности, тратить с помощью вашего решения, на какие улицы в первую очередь необходима отсыпка или асфальтирование. Бюджет в большей степени формирует налоговые отчисления. И чем добросовестнее налогоплательщики, тем больше дивидендов они получают в виде отремонтированных дорог, тротуаров и детских площадок. Однако из-за некоторых не должны страдать все. Поэтому пока одни структуры ищут способы воздействия на неплательщиков, другие будут продолжать искать возможности улучшать качество жизни населения. Александр Ребекко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.